Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и в сегодняшнем видео я снова хочу показать ловушки в исцелянской защите, поскольку это, пожалуй, один из самых сложных дебютов в шахматах и один из самых острых, конечно же, тоже. Вот, и понятное дело, что в этом дебюте у белых и у черных есть масса ловушек, и в данном случае хочу показать вам одну из ловушек в исцелянском варианте. Итак, е4, c5, конь f3, d6, d4, cd, конь d4, конь f6, конь c3, здесь у черных, конечно же, очень большой выбор, и один из самых главных ходов это ход е6, и перед нами как раз возникает схемингенский вариант. В этой позиции один из самых агрессивных ходов это ход g4 за белых, я его рассматривал в одном из прошлых видеороликов, но также, конечно же, у белых есть масса других ходов, в частности, можно сыграть f4, что и последовало в той партии, которую я показываю. В этой позиции у черных тоже очень большой выбор, и вот они сделали ход слон е7, ход, который считается не самым сильным, тем не менее, пока это вполне возможный вариант. То есть, понятно, что идея черных это просто уйти в короткую рокировку, но тем не менее, здесь, в этой партии, они и так это не успели сделать, могу сказать заранее. Итак, слон е7, и в этой позиции у белых есть конкретный и довольно сильный ход, а именно слон b5. Здесь за черных, опять же таки, последовала небольшая неточность, то есть, в принципе, это еще не ошибка, но тем не менее, уже такой первый, можно сказать, тревожный звоночек. То есть, нужно было сыграть не конь fd7, что было в партии, а слон d7. То есть, после слона d7 позиция черных, конечно, немножко похуже, но тем не менее, все-таки каких-то конкретных проблем пока нет. После хода конь fd7 белые уже играют f5 и здесь начинают подрывать центр черных. В этой позиции черным, видимо, уже срочно нужно уходить в короткую рокировку. Давайте покажу этот вариант, то есть, короткая рокировка, но тем не менее, после хода fe все-таки черные теряют пешку. То есть, понятно, что играть fe сейчас черным совсем плохо, поскольку тогда последует ход конь e6 и далее из-за билки здесь черные теряют в будущем качество. Поэтому приходится играть по-другому, допустим, конь e5 в этой позиции самый сильный ход. Ну и после e, ладья f7 и точного хода белых ладья f1, белые в будущем делают искусственную рокировку, то есть, уходят королем после размены ладьей на поле g1, в идеале даже на поле h1. И здесь, безусловно, у черных есть компенсация за отданную пешку, но тем не менее, конечно же, она недостаточная. Именно поэтому вот такие две неточности черных в дебюте уже приводят к довольно неприятной позиции. Однако это все было еще более-менее неплохо, в партии же черные сыграли гораздо слабее, а именно они походили e5. То есть, в этой позиции наверняка они рассчитывали на то, что белые идут конем куда-нибудь назад. Ну, допустим, сыграет конь f3 или конь b3. И после короткой рокировки черных у них действительно позиция довольно хорошая, но тем не менее, здесь последовала такая более-менее стандартная жертва коня, а именно ход конь e6. Очень сильный ход, после которого черные, по сути, обязаны бить этого коня, иначе белые сыграют просто конь g7. То есть, у них будет и материальный перевес, еще и позиционный очень большой перевес, поэтому, по сути, у черных выбора нет. Fe-ход почти что вынужденный. Ну и далее следует ход fh5. В этой позиции у черных, опять же таки, выбора, по сути, нет. Им нужно играть король f8. Ход g6, в принципе, возможен, но после хода g6 и простого взятия fg, выясняется, что у белых решающая атака, то есть, угрожает и g7, и gh. В принципе, оба хода очень сильные за белых, и после двух этих ходов здесь белые легко выигрывают. Ну и понятно, что здесь hg играть черным плохо, поскольку тогда за белых выигрывает и ход fh6 на поле g6. Ну и еще проще сыграть fh8. После слоны f8 короткая рокировка. То есть, у белых сейчас уже есть лишнее качество, плюс у черных связано здесь полкомплекта фигур. Все фигуры почти стоят на восьмой линии, то есть, огромный позиционный перевес на стороне белых. Ну и, естественно, здесь белые легко выигрывают в дальнейшем в этой позиции. То есть, у черных, по сути, уже выбора нет. Играть g6 им совсем плохо, поэтому вместо g6 они сыграли короли f8. Ну и тогда, после простого хода fhe, выясняется, что у черных, в общем-то, тоже не видно хороших ходов. То есть, в этой позиции последовал ход fh8. Давайте уже не буду сильно даваться подробностей, разбирать другие возможности. Ну, суть в том, что здесь подвисает конь на d7 и украшает мат fh7. И, в любом случае, черные теряют фигуру назад. Ну и, кроме того, проблемы с королем у них остаются так или иначе. То есть, даже здесь самое главное не то, что теряется конь, а то, что король по-прежнему под атакой. Ну что ж, последовал fh8. Ход ничем не лучше, ничем не хуже многих других. Далее белые играют рокировка, причем еще и с шахом. Слон f6. Ну и в этой позиции последовал просто ход ed. Ну, дело в том, что, конечно же, белые, скажем так, подставляют ферзя на поле h5. Но после fh5 за черных белые сыграют dc ферзь. Давайте уже этот вариант показывать не буду, он довольно простой. Ну и далее, там, после ухода короля можно сыграть даже просто fh8. То есть, у белых очень много лишнего материала. Ну и плюс ко всему, опять же таки, у них остается атака, по сути, почти что решающая. Поэтому здесь, конечно, белые после fh5 и dc ферзь выигрывают. Поэтому в партии черные сыграли просто слон на поле d7. Сейчас временно у черных по материалу поровну с белыми. Но, конечно же, здесь все решает. Неудачное положение короля черных. И белые очень быстро здесь победили. Последовала тоже стандартная жертва именно ладья f6. В принципе, такой ход напрашивается. Ну и после, опять же, такими нуждинного взятия gf, fh6. Итак, fh6. Ну в этой позиции тоже давайте всех ходы черных показывать не буду. Поскольку здесь, в принципе, не самое сложное добивание следует за белых. То есть, на король e7, допустим, можно сыграть конь d5. На король на поле g8, видимо, можно сыграть будет слон на c4. Ну а на король f7, что было в партии, все равно последовал ход конь d5. Итак, конь d5. Ну и в этой позиции угрожает ход ff6. На f6. Ну и, в общем-то, поэтому приходится защищать пешку f6. После этого ферзь d8, тогда слон c4. С4, то есть угрожает скрытым шахом. Допустим, конь f6 или конь b6, конь c7 или даже конь f4. То есть, вроде бы, тоже черным нужно от него защищаться. Играть слон на поле e6. Но тогда ферзь h5. Ферзь h5 шах, король g8. Ну и в этой позиции после очередного тихого хода, то есть хода без шахов и взятий, а именно слона c6, здесь просто черные сдались. То есть у них настолько плохая позиция, что хотя у черных сейчас внешнее качество, но тем не менее здесь они либо очень быстро получают мат, либо как минимум теряют массу материала. Ну давайте продолжим еще на пару ходов рассмотрение этой позиции, чтобы убедиться в том, что все-таки у черных есть большие проблемы и покажу у них возможных вариантов выигрыша за белых. Итак, если черные просто развивают свои фигуры, допустим, входят в конь c6, но по сути ничего особо лучше у них уже и не было, тогда за белых есть много выиграющих ходов. Ну мне лично нравится ход виржи 4 больше всего. То есть виржи 4, такая вот подставка ферзя, очередная жертва за белых. Ну здесь вариант довольно простой случай взятия, тогда белые могут сыграть либо конь f6, либо конь e7, и это получается скрытый двойной шаг, и кроме всего прочего, конечно же, еще и мат черному королю. Конечно же ферзя можно не мить, можно сыграть король f7, но тогда белые ходят в ферзи 7. Ну и после король e8 здесь, в общем-то, тоже за белых разные ходы выигрывают, это и конь c7, и конь f6, допустим, конь f6, в общем-то, большей разницы здесь нет. В любом случае черные вынуждены отдавать ферзя, иначе просто других ходов у них не будет. Ну и далее у черных подвисает слон на e6, подвисает ладья на h8, у белых уже лишний ферзь. Ну и естественно, что в этой позиции они очень быстро и легко побеждают. Именно поэтому еще раз давайте сделаю акцент на нескольких ключевых моментах, которые были в дебюте. После того, как черные сыграли e6 и белые бетели f4, за черных есть масса стильных ходов, но вот слон e7 я бы все-таки не советовал здесь играть, поскольку следует точный ход слон b5. Если же все-таки вы так сыграли за черных, то после слона b5 нужно играть слон d7 почти что обязательно, потому что все остальные ходы гораздо хуже. В частности, после хода коньев на поле d7 следуют сильные прорывки f5. f5, ну и здесь последний шанс как бы не проиграть сразу, можно так сказать, это уйти в рокировку. То есть да, здесь белые выигрывают пешку, еще раз покажу этот вариант, но по крайней мере все-таки здесь еще возможна борьба. Ну а если же в этой позиции черным сыграть e5, это по сути такая уже грубая ошибка, то после конь e6 здесь уже позиция черных. В общем-то можно сказать, что пройганная, поскольку белые атакуют на короля, и даже хотя у них не хватает фигуры, в некоторых вариантах тем не менее они фигуру очень часто отыгрывают, и естественно, что очень быстро здесь побеждают. Так что поэтому можете эту ловушку запомнить и применять в своей практике. Ну что ж, спасибо всем за внимание, ну и до скорых встреч в новых видеороликах.